Друзья, всех приветствую, меня зовут Джулия, я сегодня в теплом зверином костюме, потому что у нас дома очень холодно, поэтому как бы извиняйте за мой внешний вид, вот, я серьезный практик, просто это единственное теплое такое, что у меня есть дома, и что можно надеть и так комфортно разговаривать, вот, очень резко стало холодно вообще, мне это не очень нравится, вот. Так, сегодня такая достаточно серьезная тема, и про практику, которую я прям буквально, ну не то, что придумала сама, а совместила некоторые другие практики от Кастанеды, и совместила практику психологическую, и получила просто нереально крутой эффект, то есть у меня прям там случилось даже такое, такое, какое-то событие паранормальное, можно сказать, ну кому как, но для меня прям паранормальное. Вот, в этой практике, и я думаю, что вам тоже будет интересно, если вы в принципе кликнули на это видео, то скорее всего у вас уже есть какие-то обидки, психотравмы, ну они в принципе есть у всех, у каждого в жизни случается то или иное событие, да, которое у нас оставляет определенный отпечаток, который мы потом несем по жизни. То есть, например, вот у вас, например, обманули в магазине, например, да, то есть, не знаю, там на тысячу рублей, например, и вы уже сразу, ага, все в магазинах, обманывают, все в магазинах, то есть у вас дальше уже вы этот отпечаток будете нести по жизни. Вот, у кого-то это, ну лайтовый такой пример, да, у кого-то очень серьезные ситуации, предательство там друзей, предательство вторых половинок, там какие-то вообще жуткие ситуации бывают, да, у всех, я думаю, исключений как бы особо нет. Вот, и это практика, которая, ее рекомендуют психологи при обращениях для того, чтобы проработать внутреннюю вот эту травму, для того, чтобы негативную энергию высвободить и уже дальше по жизни двигаться с, уже на легке, так сказать, не нести этот груз, не нести этот отпечаток за собой, потому что все обиды, все хрень вот эту негативную, которую мы с собой тащим из прошлого, она очень много энергии забирает из настоящего, она перекрывает нам какие-то возможности, она перекрывает нам хорошую позитивную энергию, да, то есть это некоторый камень на таком, на энергии, которая через вас идет, на энергии, через которая вас протекает. И вот эти вот обиды, непроработки, нерешенные ситуации, это камни, 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 которые этот поток, они загрязняют и не дают энергии течь свободно, и, соответственно, вы с этим отпечатком уже более грузный ходите, более тяжелый, более такой в негативных вибрациях, да, то есть высокие вибрации, это всегда легкость, это всегда позитивные энергии, вот. И наша задача это оставить в нашей жизни позитивный опыт, а негативный опыт проработать для того, чтобы нам прекрасно расцветать в этом мире, быть энергичным, делать свои дела, делать свои планы, задачи. И одна из этих практик, это практика «Три письма», соединенная с практикой перепросмотра по Кастанеде, то есть мне, в принципе, эта практика пришла во время медитации 60 минут, кстати, которые я делаю очень много, приходит каких-то, знаете, очень интересных, в медитации приходит очень много интересных осознаний, очень много практик, вот. И я уже, в принципе, делаю сейчас на момент записи видео, по-моему, седьмую, седьмую медитацию по 60 минут, то есть седьмой-восьмой день примерно так, сегодня восьмой даже, по-моему, седьмой был вчера, вот. И после прямо медитации я села писать эти письма, прорабатывая травмирующее событие, ситуацию, которая была в моей жизни. Осталось очень много негативной энергии, прям вот прям пипец, очень много. И когда мы говорим, типа, да нет, все хорошо, нормально, ничего, я в позитиве, все прекрасно. И я сначала так и делала, типа, все добро, бог всех простит, все хорошо, все нормально, ничего страшного не произошло. И в какой-то момент я, типа, ну, нормально, короче, такая, а, все хорошо, ладно, нормально, ну, ты как бы себя обманываешь, вот. Но в определенный момент это выстреливает, когда ты потом просто ходишь, да нет, типа, все плохо, типа, вот тут вот так вот поступают, короче, вообще как так можно, блин? И вот этот негатив, он из подсознания начинает проявляться, проявляться, а потом я уже в себе увидела такую лютую ненависть, знаете, такую лютую, такие лютые разрушительные энергии, такую лютую ненависть. И, так, у меня вообще видео пишет, пишет, слава богу, и эти негативные энергии мы носим в себе, вот. И вот это вот, да блин, как так вообще, да чтобы им там всем пусто было, да чтобы они все там провалились. И на самом деле это мы как бы, то же самое мы как бы желаем, ну, то есть мы вот эту негативную разрушительную фиганду такую, да, вот эту программу мы несем ее в себе и разрушает она нас. Вот, и для того, чтобы эту энергию не носить с собой, меня очень долго откладывало, мозг сопротивлялся, такой, да ну нахрен, да ну не, зачем, блин, и так нормально. И во время после медитации я села и начала писать письма. Ну, то есть вы, думаю, кто в эзотерике, кто в разборе, в психологии, да, вы знаете. То есть первое письмо прямо абсолютно негативное. Прям вот самое, вот не стыдитесь своих негативных мыслей, негативных пожеланий, негативных переживаний. Прям пишите, чтоб там ты отхаркала слово, слово прости своей печенью, там знаете, чтоб там ты просто захлебнулся там в своей крови, там что-то такое. Ну, это, конечно, прям пипец, я, да, сейчас озвучиваю, но я имею в виду, что не нужно писать, ну вот там что-то случилось, какая-то фигня, может оно так и не надо было, да, выписывайте все дерьмо, которое внутри вас. То есть вот прям полную жесть, то есть вот придумывать, конечно, излишне себя раскручивать не надо, но все, что вот у вас внутри хочет быть озвученным, то это нужно озвучить. Прям, да, да, там прям материтесь, если вы материтесь, да, пишите, да ты, сука, подла, браз, чтоб ты, блядь, там вообще. Короче, ну вот именно это вот у нас лист А4, вам его нужно полностью списать, вот эти полностью все свои, вот все, что вам на ум приходит, придумывать не надо. Все, что вам на ум приходит, прям пишите, если это человек, пишите, здравствуй, имя, и поехало, понеслось, ах ты, ах ты, ах ты, как так можно. Даже если вы сами, например, не правы, но у вас есть много негативных энергий, негативных эмоций там к этому, например, человеку, то все равно выписывайте, вам нужно вот это прожить, вот эти негативные эмоции. Если это ситуация, то там, например, ну привет там какой-нибудь там февраль 2013 года, например, привет февраль 2013 года, я там та-та-та-та-та-та-та-та-та, и понеслось. Короче, вот это первое прописали. Я бы написала, это было прям реально, я никогда такое ужасное письмо не писала, вот, я его скрутила, и там просто я, ну прям вижу это письмо, так энергетически прочувствую, да, что там ну просто заряд, вот такой комок очень-очень негативных энергий. И, естественно, это письмо нужно сжечь. И под рукой у меня была моя лампа, которую я вам неоднократно показывала здесь, да, такая моя розовая, фиолетовенькая, такая прикольная, середневенькая, да, такие цвета у нее. И я такая думаю, ну сожгу в этой лампе, потому что я, в принципе, до этого сжигала там тоже много чего, плюс в ней всегда горит огонь, у нее все время там где-то у стенки горит огонь, там очень много уже всякого, ну я пользуюсь ей постоянно, там очень много всякого воска. И, ну то есть она постоянно горит, то есть она, в принципе, не раскалывается. То есть я ложу такая вот эту лампу, заподжигаю, письмо это горит, я такая думаю, блин, надо же там вот столько негативных эмоций, энергий сейчас прогорает. То есть, в принципе, я делаю такую тоже работу, что вот вы должны смотреть и понимать, что это все очищает огонь, это все сейчас прогорает, это все горит. Мои негативные вот эти эмоции, мои негативные мысли, энергии, самые ужасные там, да, вот они сейчас прогорели, прогорают. Я такая думаю, блин, какой же здесь огромный комок негатива. И у меня в этот момент лампа просто взрывается, у меня просто взрывается это стекло, просто вот так вот от нее отлетает кусок, просто вышибает, а там остальное тоже в дребезги. И я такая смотрю такая, бля, вот это да. И в этот момент как бы само письмо, то есть, в принципе, там еще осталось как бы место, там письмо как раз в этом месте догорало, как бы стекла-то разлетелись, а вот как бы осталось там внутри все равно. То есть это письмо, оно горело, горело, ну, догорало уже. Вот, я такая, блин, надо же. И как меня учили, да, то есть если такие моменты происходят в момент, ну, такие случаи происходят в момент ритуалов, в момент каких-то практик, проработок, это говорит реально о том, что очень много негативной энергии скопилось, и в тот момент, когда взорвалась лампа, у меня прям в сердце что-то очистилось, что-то тоже взорвалось такое, что-то очистилось, что-то освободилось, я почувствовала облегчение, и в принципе сейчас тоже об этом прекрасно, ну все, как бы, дальше, это вы сделали, сожгли первое письмо, пишем второе письмо, мы выписываем свои эмоции во втором письме, то есть первое, мы прям просто негативим, позволяем себе быть самыми токсичными людьми на планете, второе письмо, это мы выписываем свои эмоции, типа, опять пишем, например, здравствуй, там, февраль 2013, либо здравствуй, там, имя человека пишем, и там, там, эта ситуация принесла мне огромную боль, типа, я больше, например, не знаю, как там, теперь ходить в магазин, или там обкрадывают, например, да, я не знаю, там, как, например, доверять людям, либо я не знаю, там, как, как теперь, там, не знаю, общаться с людьми, я теперь боюсь людей, например, да, меня там, там, человеку, ну, его обокрали на косарь, например, да, ну я привожу такие примеры, естественно, ситуации могут быть абсолютно разными, вот, там, может быть, вас предал какой-то, может, родитель, либо еще что-то случилось, да, либо там, ну короче, все это выписываете, выписывайте прям свои эмоции, там, я ужасно обижена, мне теперь больно, я типа, ну, там, то есть, все, что вы чувствуете, прям, что вы чувствуете, прям выписывайте ваш эмоциональный такой лист тоже, это одна страница формата А4, второй лист также сжигаем, и после этого делаем практику перепросмотра, я прикреплю практику перепросмотра вот сюда, сейчас только вкратце расскажу в подсказке, да, плюс эта практика, наверное, прикреплю, если не забуду, еще в конец видео, вот, перепросмотр по Кастанеде, когда вы делаете возврат энергии, да, если вы знаете возврат энергии, то есть, если вы в какой-то момент жизни очень сильно эмоционировали, очень сильно переживали, у вас было очень, ну, то есть, вы, у вас были в стрессе, в нервах, у вас прям там, да, как-то что-то на вас повлияло, в эту энергию можно вернуть обратно, то есть, вы, здесь нету негативной, позитивной энергии, это просто энергия, которая, которая вот там осталась, и она там вот, как сказать, фонит, она там вот, как бы сигналит, фонит, что здесь плохо, здесь плохо, там, да, в вашем бессознательном. И Кастанеда, как бы он придумал практику, которую очень много уже раз переделывали, многие коучи, учителя, они ее переделывали, я время так смотрю, если что, чтобы у меня видео не вырубилось, а я тут болтаю дальше. Вот, и, то есть, одна из модификаций мне очень нравится, я ее тоже использую, практика перепросмотра, то есть, вы представляете ту ситуацию, например, там, февраль 2013-го, там, какого-нибудь, да, мы взяли, либо, допустим, ситуация, ну, у многих, там, допустим, девушек, запрос, там, на бывших, на каких-то еще что-то, там, тоже, да, возврат энергии сделать, либо, там, какая-то работа у вас, да, где вы очень много энергии потратили, а вам, например, вас послали, вам не заплатили, например, да, что-то такое может быть тоже у людей. И, представляете эту ситуацию, то есть, садитесь медитировать, представляете эту ситуацию и поехали, то есть, сначала голову вправо, делаем вдох, представляем эту ситуацию, задерживаем дыхание, вдохнули, задержали дыхание, в это время дыхание задерживаем, да, вот так вот вращаем головой от одного плеча к другому. В этот момент мысленно вы представляете ситуацию, которая произошла, допустим, вот возьмем, раз уж, допустим, вам не вернули деньги в магазине, вы, например, обижены, то есть перепросматриваете эту ситуацию, вот вы также стоите, видите эту ситуацию и собираете оттуда энергию, потом вспоминаете, как вы это рассказывали всем, либо, допустим, если у девушек или у мужчин ситуация негативная в отношениях, представляете этого человека и вот так энергетически собираете свою энергию из-за, представляете, как будто вы уже в этой ситуации находитесь, там, да, в прошлом, в каком-то, где вы сильно поссорились, например, и мысленно вот так вот, вы, допустим, стоите так же от первого лица, где вы были тогда, и вот так вот собираете оттуда энергию, просто и мысленно представляете другого человека и мысленно озвучиваете, что тебе твоя энергия, а мне моя энергия, то есть и мысленно собираете себе свою энергию, но при этом другому человеку отдаете его энергию, потому что это тоже очень важно, потому что энергия других людей, которую мы себе тоже забираем, другие люди, например, тоже переживают, нам энергию какую-то тоже свою там вот эту вот отдают на тонком плане, которая вообще на хрен не нужна. И тем самым эта энергия, она тоже где-то вот витает, и она ни туда, ни сюда, ее тоже надо обратно вернуть, то есть она тоже просится назад. То есть энергетически может выглядеть, как будто вас тянет к этому человеку, хотя вас к этому человеку не тянет, это просто энергия другого человека просится обратно, надо делать возврат энергии, перепросмотр. Вот, и когда вы делаете, то есть вот так вдохнули, представили ситуацию, мысленно вот так ниточками как будто собрали всю энергию обратно, несколько раз так делаем, допустим, делали вдох, это нужно делать медленно и очень сильно концентрируясь на внутренних состояниях, на визуализации. Собрали, в это время мы не дышим, собрали и поехали от левого плеча к правому делаем выдох. И в этот момент тоже собираем всю энергию как бы обратно. Снова вдох, опять же, другую ситуацию перепросматриваем, допустим, другая какая-то воспоминание у вас осталась, и также задержали дыхание, просмотрели, собрали всю энергию и возвращаем энергию обратно себе. Так можно делать, ну не то что до бесконечности, но минут 15, например, перепросмотр там на одну ситуацию, ну 10, может быть, на одного человека, на одну ситуацию, то есть вы возвращаете энергию себе. Вы прописали свои эмоции, вы возвращаете себе свою энергию другому человеку, его энергию, либо, допустим, если это была просто ситуация, там какой-то начальник, например, да, то тоже делайте возврат энергии, типа тебе твое, мне мое. Вот. Если там вообще не задействованы никакие люди, то просто смотрите ситуацию, например, вы, допустим, сорвались, ну не знаю, там, упали с горы, например, со скалы с какой-нибудь, либо, не знаю, упали на лестнице, например, да, там не знаю, кто-нибудь сломался ли, то просто так же пересматриваете и возвращаете себе энергию, то есть где вам было больно, где вы эмоционировали, ваша энергия это всегда, где ваши эмоции, где ваши переживания, где ваши там, вот это вот, если вы сидите, прям думаете очень много, это все ваши энергии, которые вы даете. То есть перепросмотр сделали, вернули энергию минут 10-15. Дальше садимся и пишем третье письмо благодарности. Третье письмо благодарности это спасибо, я теперь буду внимательней, эта ситуация меня многому научила, я получил вот это, вот это, вот это, вот это. Теперь я, допустим, там стою на кассе и всегда теперь внимательно считаю деньги. Я теперь стал более внимательной к деньгам, я теперь более стал как взрослее, осознаннее и так далее. Эта ситуация меня многому научила. Если это человек, пишите благодарности, вспоминаете все самое хорошее, что было, оставляете в своем воспоминании все самое хорошее, что было. То есть чтобы было, вы вспомнили, вспоминаете, такие, блин, как круто было вообще, как классно, что вот в моей жизни такое случилось. Весь негатив перепросматриваем и стираем. Интересное сознание по поводу кармы. Я уже писала в инстаграме этот интересный такой пост, но сейчас хочу озвучить его еще на словах. То есть наша негативная карма, которая с нами случается, какие-то стрессовые ситуации, те же самые, не знаю, уволили с работы, например, в которой вы работали, что-то еще. Или когда вам нужно кого-то простить, например, когда вам нужно простить друзей, либо еще кого-то, либо простить работодателя, какого-то человека, который кого-то обокрал, либо еще что-то. Нужно помнить одну такую вещь, что все с нами случается, только то, что мы в прошлых жизнях делали с другими. То есть если вас в этой жизни обманули, то и вы в прошлой жизни также обманывали. То есть, допустим, вы также в прошлой жизни обманули другого человека на косарь. Например, да, там были продавцом, да, раз уж мы взяли такую, да, пример такой, да, я привожу на, пример на пальцах. Вот, то вы в прошлой жизни были таким же человеком, который сделал все то же самое, что сделали и с вами. И пока вы в этой жизни злитесь на своего обидчика и не прощаете его, и говорите, да чтоб ты, блядь, там вообще с тобой было не знаю что там, короче. Вы тем самым шлете, ну в кавычках, проклятие негативную энергию самому себе, вы самого себя из прошлой жизни не прощаете. Как только вы этого человека простите, либо эту ситуацию простите, отпустите, проработаете, скажете, все нормально, я прощаю, все хорошо. Зачем-то так случилось? Мне нужно было этого, для этого, этого, этого. И вы прощаете самого себя из прошлой жизни, который поступил так же. Я надеюсь, что понятно это объясняю, потому что это на самом деле огромное такое кармическое зеркало. И как только вы прощаете, в этот момент вы развязываете свою собственную карму из прошлой жизни, когда вы прощаете своего обидчика. Вот, в этот момент ваша карма развязывается. Вы сами себя прощаете из прошлой жизни, который сделал то же самое. То есть вы сами себе карму развязали. Вот. И тем самым эта ситуация, она уходит, и ваша карма становится чище, потому что мир зеркала, с вами случилось то, что было в прошлой жизни. Что вы учудили самостоятельно. Вот я хочу, чтобы это прям было понятно. И давайте вот еще раз, короче, объясню, чтобы вот прям 100% зашло. То есть с нами в этой жизни случается именно то, что в прошлой жизни мы делали сами. То есть вы сами тоже так же предали, например, какого-то человека. Вы сами способствовали предательству, например, какому-то. И в этой жизни, то есть в прошлой жизни у вас было предательство. Например, вы плохо поступили, у вас кармический узел, у вас такая зацепка офигенная висит. В этой жизни с вами происходит то же самое. Вас предают точно так же, как и вы предавали в прошлой жизни. И пока вы на этого человека, предающего вас в жизни, злитесь, то есть это и есть вы просто из прошлой жизни. То есть это человек, который пришел вернуть вам вашу карму. И пока вы на этого человека злитесь, вы не прощаете самого себя из прошлой жизни, который учудил то же самое. И когда вы прощаете этого человека, прорабатываете это и говорите, все хорошо, все нормально, так случилось, я сделал выводы, я прощаю тебя. От сердца прощаете, например, ситуацию какую-то прощаете, еще что-то прощаете. Не злитесь больше, не носите в себе вот этот энергетический негатив. В этот момент ваша карма развязывается, в этот момент растворяется этот человек, который там, растворяется эта ситуация, и кармический узел развязывается, ваша карма очищается. Вот так вот и клево происходят вот эти кармические развязки, кармические закрутки, и Вселенная таким образом нас учит быть милосерднее к другим людям, к самим себе. Потому что ничего в жизни просто так не происходит. Никто никого просто так не обижает, не предает, и ситуации какие-то случаются тоже не просто так. Если видео вам понравилось, и понравилась идея с этими кармическими завязками, с кармическими узлами, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на Инстаграм, он есть, все ссылочки есть в описании к этому видео. Рада буду, если вы проработаете тоже с помощью этого видео какие-то свои негативные моменты. Эта техника очень эффективна. Эти техники эффективны по отдельности, но вместе они будут просто невероятным ураганом, очень действующим. И я сама почувствовала на своем примере огромное облегчение после этой практики, и огромное освобождение, облегчение. И сейчас вот прям реально, как будто какой-то узел действительно развязался, энергетический, кармический, что все замечательно. Благодарю всех за внимание. Всем пока!